Здравствуйте! Выходим на старт в дистанции. Самые интересные спортивные события последних двух недель в нашем традиционном обзоре. Смотрите в программе. Череповецкие футболисты обыграли Монако. Первые победы Северстали с Андреем Разиным и обновленный рейтинг КХЛ. Трудности северянки добавили интриги в чемпионате России. В Череповце прошел фестиваль КУДО. Череповецкие юные футболисты вышли на международный уровень. Победитель Лакобола, команда Центра развития футбола, побывала во Франции, где обыграла Северстников из Монако. Победитель Лакобола 2018, команда юношей седьмого года рождения Череповецкого Центра развития футбола, воспитанников тренера Виктора Кучина, посетила страну действующих чемпионов мира – Францию. Это была награда за победу в турнире. Для юных череповчан это была не просто экскурсионная поездка. В Монако был сыгран матч с местной командой и одержана в нем победа. Желто-черные показали монегаскам, как умеет играть команда из Череповца. Они уверенно привели встречу и одержали победу со счетом 7-5. В составе череповецкой команды по дублю оформили Кучин и Курский, а также точные удары на счету Зыкова, Зазнобина и Татладзе. Кроме того, юные футболисты смогли пообщаться с полузащитником Монако и сборной России Александром Головиным, который специально приехал к ним навстречу. Пожелать мог бы только, чтобы любили все футбол и полностью себя отдавали футболу. Ни на что не отвлекаясь, если уже выбрал пульс, то до конца идти. Все свое время тратить на футбол. Знаменитые футболисты и череповчане обменялись сувенирами. Тренер череповецкой команды Виктор Кучин подарил футболисту золотую медаль чемпионов Лакобола. В волейболистке клуба «Северянка» провели очередные матчи чемпионата России. Первая команда играла в Нижнем Новгороде, а вторая в Череповце. Нижегородская «Спарта» подошла к матчам против «Северянки» без поражений. Первый матч получился как на качелях. Команды попеременно выходили вперед. Победитель определился только в пятом сете. Удача была на стороне «Спарты». Во второй встрече нижегородские волейболистки вновь в решающие моменты смогли превзойти «Северянку». В итоге 3-1 в пользу волейболисток с берегов Волги. Череповецкая команда занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует клуб из Уфы. В ближайшие выходные 15-16 декабря «Северянка» будет принимать на своей площадке одного из лидеров – Тульскую Тулицу, которую сейчас возглавляет бывший главный тренер череповецкой команды Александр Перепелкин. Тульская команда имеет в своем составе двух кубинок и пока идет без поражений. «Северянка-2» в чемпионате высшей лиги «Б» выступает без поражений. В домашних матчах против Воронежа молодые череповчанки достигли отметки в 20 побед подряд. Обе встречи завершились в трех партиях. «Северянка-2» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. В спортивном комплексе «Юбилейный» восьмой год подряд прошел традиционный общегородской спортивный фестиваль «Праздник волейбольного мяча». На этот раз праздник собрал более полутора тысяч участников и зрителей. Своё мастерство на площадке демонстрировали 440 юных участников из 44 детских садов города. Им помогали инструкторы детских садов, воспитанницы волейбольного центра и игроки «Северянки». А на заполненных трибунах болели родители, дедушки и бабушки. Старший тренер волейбольного центра Татьяна Мясникова руководила тем, как ребята выполняют упражнения с мячами. Полученные навыки обращения с мячом пригодятся юным спортсменам уже скоро. В начале следующего года начнется первенство города по пионерболу. А в марте-апреле пройдет финал с участием 16 сильнейших команд. Затем на празднике на площадку вышли девушки из «Северянки» и «Северянки-2», выступающие в чемпионате России. Две команды привели показательную игру, за которой с восторгом наблюдали маленькие зрители. В конце праздника ребят ждал сюрприз с поздравлениями с началом зимы и приближающимся Новым годом. К ним вышел Дед Мороз, а девушки из «Северянки» вручили детям волейбольные мячи и сладкие подарки. В отличие вот этих праздничных мероприятий от предыдущих – это в сложных упражнениях, которые показывают воспитанники детских садов. Это работа двумя мячами. Сегодня они нам показали уже чисто технический элемент – это ловля мяча в карман или в мешочек, как мы называем. Очень большая работа проделана инструкторами садиков. Огромное им за это спасибо. И естественно, что мы ждем их воспитанников в нашем волейбольном центре. В Центре боевых искусств состоялось открытое первенство Вологодской области и открытый фестиваль по восточному боевому единоборству КУДО, посвященный памяти земляков, погибших в горячих точках. Боевые искусства развивают те качества, которые необходимы будущим защитникам Отечества. Свои силы, скорость и выносливость на соревнованиях проверяла и команда бойцов из Архангельска. Тренер ребят Виталий Ковалев рассказывает – сезон у воспитанников только начался. Основная задача сегодня – побороть свои страхи. В планах у нас сейчас с января начнется серьезная подготовка к первенству северо-западным федерального округа. Ну и уже те, кто выигрывает, поедут на первенство России. Поэтому, скажем так, это ближайшие планы, к которым мы сейчас готовимся. Для этого как раз нужны вот такие выезды на соревнования, чтобы немножко вдали от дома почувствовать атмосферу соревнований, себя. В команде Виталия и двое его сыновей. Один из них вышел на татами в свой седьмой день рождения и получил от организаторов памятный подарок. Крупных турниров Трифон пока не выигрывал, но на счету уже есть победы в городских соревнованиях. Я занимаюсь, ну, давно. Побеждал первое место. Помимо архангельских бойцов, участие в турнире приняли более ста спортсменов из Череповца, Вологды, Ярославля, Углича и других городов России. В России это считается одним из доминирующих видов единоборств. И вот последний чемпионат мира показал, что из восьми золотых медалей семь завоевали российские спортсмены. Поэтому, в общем-то, рейтинг очень высокий. И если ты становишься чемпионом России, практически ты становишься чемпионом мира. По итогам прошедшего турнира победителями первенства среди череповецких спортсменов стали Данил Котиков и Роман Силин. Золотые медали фестиваля завоевали Михаил Кулик и Сергей Воронцов. Впереди ребят ждут не менее напряженные бои, но уже на соревнованиях более высокого уровня. Хоккейная команда «Северсталь» прервала серию поражений в чемпионате КХЛ, одержав первую победу под руководством нового главного тренера Андрея Разина. Далее была и первая домашняя победа череповчан с новым тренерским штабом. Однако поражений все равно пока больше. В очередном матче чемпионата КХЛ «Северсталь» в Нижнекамске встречалась с нефтехимиком. Из-за кадровых проблем в нападение был переведен защитник Вадим Кудака, а в линии обороны появился новобранец Максим Минеев. Хочу ребят поблагодарить, дали втянуться, давно не играл в хоккей. И сказать, что все сегодня выкладывались. Хорошо игру провели, здорово. В первом периоде хозяева площадки имели большое преимущество, а шайба оказалась в их воротах. Александр Щербина вывел череповчан вперед после быстрой контратаки. В начале второго периода нефтехимик сравнял счет. Однако довольно быстро череповчане снова вышли в лидеры. С близкого расстояния шайбу в ворота отправил Олег Яшин. В заключительный третий матч хозяева смогли повторно отыграться после дальнего броска. Но в конце третьего периода капитан «Северсталя» Максим Рыбин смог в третий раз вывесить череповчан вперед. Череповецкая команда удержала минимальные преимущества. В итоге победа 3-2. Серия поражений, наконец, прервана. Где-то меня заслужили хотя бы одно очко. Ошибочка. Пропустили этот гол. Так, в целом, благодарен ребятам. Бились, старались. Много было движения. Много создавали моментов. Реализация немножко хромает. Мы благодарим ребятам за самоотдачу, за то, что достучался, послушали. При хорошей позиционной обороне и при хорошей игре в меньшинстве мы сегодня выбрали. На матч против «Акбарса» место в воротах «Северсталя» занял молодой Алексей Артанкин. А в составе снова не было нескольких опытных новобранцев. У короткого травмы Григоренко не играет по спортивному принципу. Игра началась очень удачно для череповчан. Уже к пятой минуте они повели со счетом 2-0. Сначала отличился Владислав Кадола. После своего сольного прохода он сам успел на добивание. Затем удвоил преимущество череповчан Руслан Карлин, завершив точным броском красивую комбинацию. Еще до первого перерыва хозяева площадки успели восстановить равенство, дважды поразив ворота Артанкина. Оба раза шайба оказывалась в воротах после дальних бросков. Во втором периоде казанцы вышли вперед, использовав чуть ли не единственный голевой момент в этом отрезке матча. В заключительной третьей игры гости пошли отыгрываться большими силами и пропустили быструю ответную атаку барсов. В итоге 4-2 победа Акбарса. Все же так нашли возможность забить и мы начали играть так, как мы должны играть. Но, знаете, не все так получалось, так как мы хотели. Немножко не поверили в свои силы, ненужный вот этот первый гол пропустили. Второй период, в принципе, неплохо играли, но вот тоже опять по концовочку. Но позитив есть в том, что при счете 2-3 с Акбарсом очень тяжело играть. И у нас были моменты для того, чтобы счет сравнять. Поэтому не все так плохо. Жизнь продолжается. Игра против Кунь-Луня для Северсталец стала первым матчем на своем льду под руководством нового главного тренера Андрея Разина. В составе Череповчан появились несколько новобранцев. И в первом периоде хозяева льда владели преимуществом и смогли открыть счет. Точный бросок удался Вадиму Кудака. В третьем периоде арбитры не засчитали гол Сергея Монахова, а спустя всего минуту гости сравняли счет. В овертайме победу Северстали принес точный бросок Владислава Кадолы. 2-1 победа череповецкой команды, которая позволила уйти с последнего места в западной конференции. Хорошая игра была. Всю игру в принципе держали. Было много моментов очень. Особенно в первом периоде несколько выходов в ноль. Надо просто момент свой реализовывать больше. И тогда все хорошо у нас будет. Беда у нас конечно с большинством. Но все равно благодарен ребятам, что пропустив, сыграли. Не было паники, сыграли достаточно уверенно. Вот. В овертайме хороший гол забили. Далее Северсталь принимал на своей площадке финский йокерет. Гости открыли счет в начале второго периода после мощного броска защитника. Ответ череповчан был фееричным. В течение нескольких минут в воротах финнов шайба побывала трижды. Причем голевой дубль сделал защитник Илья Хохлов. Сначала он отличился при игре в большинстве. Затем Юрий Трубачев вывел Северсталь вперед. А после этого снова цели достиг бросок Ильи Хохлова. 3-1. Йокерет успел ответить еще до перерыва точным броском Манянина. В третьем периоде финская команда смогла счет сравнять. А за три минуты до финальной сирены Йокерет забил победный гол. 3-4. Поражение Северстали. Такой обидный матч. Все старались, бились в третий период. Сами ошиблись. Пропустили два гола. Хотя просили сыграть построже. Не говорили откатываться. Просто нужно было играть, продолжать в тот же хоккей. Ну, наличков набрали, что здесь. Личные заслуги – это одно. А команда проиграла. Это очень плохо. Мастерство тоже выходит на первый план. У нас были там полумоменты, из которых мы могли что-то забить. Но, к сожалению, не забили соперник. Но был полез на ворота и выиграл. Второй отрезок чемпионата ГХЛ Северсталь завершала в Москве матчем против «Динамо». Первый период прошел безрезультативно. Счет был открыт хозяевами льда на первой минуте второй-третьей. Вскоре москвичи увеличили свое преимущество, использовав численное большинство после удаления капитана Северстали Максима Рыбина. Еще до перерыва череповчане один гул отыграли. После силового прохода Сергея Купцова на добивании первым был Евгений Бодров. В третьем периоде на последней минуте матча череповецкая команда заменила вратаря шестым полевым игроком, но пропустила сама. Третью шайбу в пустые ворота забросил Вадим Шипачев после передачи Дмитрия Кагарлицкого. Итог матча 3-1. Поражение Северстали. Оправдали много сил сегодня. В третьем периоде пришлось звено Шипачева туда перевести вниз. Это оправдало немножко. Они силы сохранили в конце, отыграли у нас. Хорошо выставили, когда надо было для команды. В принципе, хорошо двигались. Но, к сожалению, те моменты, которые создавали, не реализовали, поэтому и проиграли. Северсталь ушла на перерыв на 10-м месте западной конференции. Главный тренер Северстали Андрей Разин пообещал продолжение кадровых изменений в составе череповецкой команды. С нашей стороны мы берем тех, кто способен помочь команде. И все. Продолжаются поиски. Продолжаются варианты обмена. Насколько они возможны. В Москве состоялось совещание руководства КХЛ с руководителями клубов. Нас в первую очередь интересовал обновленный рейтинг. Напомним, один клуб может быть исключен из КХЛ по итогам сезона. Президент континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко назвал аутсайдеров нынешнего рейтинга лиги. Это Адмирал, Северсталь и Амур. По словам Чернышенко, рейтинг – это инструмент для совета директоров принимать решение об исключении клубов и его инициатива. Таким образом, угроза исключения из КХЛ для Северстали по-прежнему существует, хотя клуб теперь и не на последнем месте. Напомним, что по итогам прошлого сезона на основе рейтинга КХЛ из лиги были исключены два клуба – Лада и Юра. Это все о спорте на сегодня. Снова выйдем на дистанцию через неделю. До встречи и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин